Добрый поезд продолжает путешествие. Специалисты востребованных ведомств, здравоохранения, администрации, соцзащиты, пенсионного фонда и центра занятости выезжают в села и хутора, чтобы помочь жителям решить их проблемы. Масштабный проект запустили на территории Белгородской области в июле. Сегодня мобильная бригада побывала в селах Котова и Лопыгина. До середины сентября Добрый поезд побывает в 19 сельских территориях округа. У Лопыгинского ДК оживление. Приехал Добрый поезд. Мобильная бригада самых разных специалистов призвана решать проблемы с селян на месте, если это невозможно брать на контроль. Татьяна Михайловна Никулина вместе с соседками пришли одними из первых. Жительницы села Лопыгина уже пять лет добиваются установки освещения на своей улице, а также благоустройства территории после устранения порыва. Выехать в город для пенсионерок проблематично. Рядышком пришли к вам и всё. А то ехать нужно, там ещё нужно записываться, очередь ждать. А то мы пришли, пообщались с вами, поговорили, то о сём. Приятно. Ну, сказали, в общем, взяли заметку, сказали, нам перезвонит. Просто крик души, честное слово. Нас хоть там 80, но мы хотим все быть в интернете. Нина Алексеевна Григорова из небольшого села Бочаровка. Проблем много. Несоблюдение скоростного режима на единственной сельской улице, отсутствие тротуаров и мест для прогулок. Закрыли магазин. Автомобильная лавка доезжает уже полупустой. Но особенно пенсионерку удручает отсутствие интернета и связи. Само село расположено очень в низине реки Уоля. И поэтому ни 4G, ни 5G, ничего. Потому что все, если вышки стоят, то они проходят, как говорится, над головами. А вы же не будешь бегать за сноубоком и искать, где эта связь. Это ладно летом ещё выйти прогуляться. Сходу пообещать провести интернет в село не смогли, но вопрос взяли на карандаш. В составе мобильной группы представители пенсионного фонда, здравоохранения, МФЦ, социальной защиты и центра занятости населения. Приём жителей также ведут сотрудники управления капитального строительства, жизнеобеспечения, совбеза, транспорта и связи. Этот проект, сдача которого услышать каждого. Пришли люди с разными вопросами. Это здравоохранение и коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги даже так. В общем, что это и строительство дорог, и проведение водопровода, и где-то отсутствие колонки. Прислушивают до конца каждого жителя. Связываться они будут с ними в течение сегодняшнего рабочего дня. Я думаю, что вопросы будут решены. Добрый поезд отправляется дальше. Узнать, когда он приедет в ваше село, можно на сайте администрации поселения или в социальной защите.